ОС Это уже 17-я подобная миссия британцев России, а вот в Москве первая. На корте столичного училища Олимпийского резерва на Малой Филевской, что называется, яблоку негде упасть. Ваши каратисты, подобно детям, растут из года в год. Поначалу уровень их мастерства был довольно низким. Сегодня он высок, да плюс традиционно сильный дух российских спортсменов. Одним словом, мне приезжать к вам с каждым разом все интереснее и интереснее. Это были 5 минут спорта, солнечных выходных, вам и до встречи. Остановить удар на расстояние толщины пальца от цели, в считанных миллиметрах, скажем, от объектива видеокамеры, это сущий пустяк для Ханси из Великобритании Стива Арнейла. Насколько виртуозно владеют российские каратисты этим и многими другими навыками, проверил президент Международной Федерации каратэ Кёко-Синкай. Аттестация на право обладания первым, вторым и третьим данным в заключительный день традиционной летней школы прошла для россиян успешно. Обладателями черных поясов, соответствующими нашивками, станут еще несколько десятков спортсменов, тренеров и руководителей из разных регионов России. Для этого им пришлось продемонстрировать весь технический арсенал и физическую подготовку, провести спарринги. Всего вот на черные пояса сейчас дают у нас здесь 40 человек. Ну, для нашей школы это большое количество. Ну и обычно всегда на летней школе все ребята приезжают, чтобы сдать экзамен не мне, когда я приезжаю в регионах, но более почетно сдать экзамен основателя школы Стива Арнегу. Продолжение следует...